приветствую вас уважаемые зрители в сегодняшнем видео мы с вами поговорим о календуле вначале как всегда небольшая вступительная часть, затем мы посмотрим на химический состав этого растения узнаем где же календулу применяют в научной и народной медицине, какие имеются противопоказания расскажу рецепт приготовления настоя из этого растения, но и некоторые другие интересные факты также поведаю итак календула является наверное одним из самых ценных лекарственных растений особенно это касается народной медицины, но также и в советской, допустим если взять советскую медицину, то научную, то там также очень большое применение нашла календула, при множестве заболеваний ее применяли, как давно растение применяется в медицине сложно сказать еще в 12 веке календула была известна знахарем и что интересно они в то время рекомендовали календулу для улучшения зрения, был такой такая скажем рекомендация, то есть советовали смотреть на цветущую календулу и тем самым считалось что улучшается зрение и якобы приобретается еще плюс ко всему уверенность, связано также немало легенд с этим растением, одна из которых повествует об охотнике, который заблудился в лесу, зацепился на обедку и получил рану, которая не заживала, то есть постоянно кровоточила и когда он уже то есть обессиленный свалился, не мог дальше идти, то обнаружил для себя цветок, которого раньше никогда не видел, вот это как раз была календула, он приложил этот цветок, сорвал цветок и приложил к ранее, потерял сознание и когда пришел в себя во время моросящего дождя, то обнаружил, что рана зажила, он выкопал это растение, то ли собрал семена и посадил в общем у себя и вот по легенде он как бы был первый, кто начал начал выращивать календулу, то есть это культурное растение, очень редко оно дичает, выращивает его в основном с лекарственной целью, но также календулу выращивает ее как декоративное растение и применяется она также в кулинарии, передает блюдо своеобразную терпкость, вот что касается ареала распространения растения, то встречается календула в странах Азии, в Западной Европе и в странах Средиземном море, относится к календула к семейству Астровые, имеет она такие вот желтые либо оранжевые цветы, собранные в корзинке соцветия, стебель прямо стоячий, высота растений обычно не превышает 60 сантиметров, так ну и давайте посмотрим как еще называет календула, также она известна по такими названиями как ноготки, это распространенное название потом Балабам, Жарень, Крокос Польный и Крокис, но еще ее называют также ноготки лекарственные или ноготки аптечные, все это также про календула, так мы перейдем к химическому составу, и так в состав растения входят каротиноиды, это собственно пигменты, которые передают растению, цветам растения такой вот желто-оранжевый цвет затем флавоноиды, минералы, к которым относятся кальций, калий, железо, цинк, марганец, медь, хром и селен далее такомарины, стероиды, эфирные масла и смолы, и также горькие вещества ну и еще в составе обнаружены три тропиноида, это собственно вещества, которые отвечают за противоопухолевые способности этого растения, то есть оно предотвращает развитие опухоли ну и теперь поговорим немного о заготовке календула и так заготавливают непосредственно сами соцветия, которые собирают во время цветения кстати период цветения календулы довольно продолжительный, начинается он в июне и длится до поздней осени долго сушить соцветия почему-то не рекомендуют, поэтому сушку производят в основном в специальных сушилках при температуре не выше 45 градусов высушенное сырье хранится не более двух лет ну и теперь поговорим о применении календулы в народной медицине в народной медицине ноготки или календулу применяют при болезнях печени, желчного пузыря и селезенки при спазмах желудка эффективное средство от кашля считается календула используют ее при камнях в мочевом пузыре способна календулу понижать давление и также ее еще используют при золотухе и рахите ну и теперь посмотрим где же она применяется в научной медицине в традиционной медицине ее используют при лечении гепатита и желтухи как кровоостанавливающая при женских заболеваниях используют при гастрите и язве желудка и двенадцатиперстной кишки при тахикардии и одышке и вообще при заболеваниях сердца вот и также как в народной медицине используют для понижения давления то есть при гипертонии первой и второй стадии посмотрим теперь на противопоказания какие же есть противопоказания календула их практически нету но все же не советуют употреблять календулу во время беременности при гипотонии то есть пониженном давлении и также календула способна вызывать аллергические реакции является она аллергеном для некоторых людей так ну давайте напоследок теперь расскажем рецепт приготовления настоя который поможет при заболеваниях желудка и печени то есть при гастрите гепатите готовится настой следующим образом берется одна столовая ложка сухих соцветий календулы заливается стаканом кипятка настаивается в течение 15-20 минут после чего настой процеживают и применяют по 3 раза в день по одной столовой ложке можно такой водный настой хранить и в холодильнике но не более 3 дней ну на этом все всем спасибо за внимание всем пока